Всем здравствуйте! Это новости Турции. Я живу в Турции и перевожу на русский язык новости с турецкого, из официальных источников. Если вы хотите узнать, что на самом деле происходит в стране, о чем говорят и интересуются настоящие жители страны, то вам точно сюда, на этот канал. Это мой личный блог без претензий на профессиональную журналистику. В инфобоксе под видео есть ссылка на телеграм самых свежих новостей о Турции. Подписывайтесь, давайте приступим. Итак, по поводу новостей. В последнее время, мне кажется, три недели в Турции существует только одна большая новость. Это, естественно, война Израиля и Палестины. И новости турецкие вообще не существуют. Как минимум, это в настоящих официальных каналах телевизионных, телеграмм и в СМИ, соцсетях. Короче говоря, вообще все, что у нас про официальные источники, везде одна только тема. То есть три недели проблем в стране у нас нет. Еще про СМИ хочу отметить, что если показывает время, что очень много фейков различных, затем в СМИ в официальных эти фейки не опровергаются, никакой работы над ошибками не происходит. Это просто не замечается. Просто идем дальше. СМИ в парламенте сделал очень сильные заявления, которые сразу же отразились на экономике нашей. У нас сразу же подскачивал курс доллара. Он пересек 28 турецких лир за 1 доллар. Курс сейчас прям зачитать ключевые моменты из речи президента. Они разлетелись вчера по всему миру. Это очень сильно обсуждали. Ключевые моменты, что ХАМАС это не террористическая организация, а скорее всего, вот смотрите, даже какие формулировки. Они такие двойственные. Скорее всего, это освобождение, освободительное движение, которое спасает свою землю и народ. У нас было хорошее отношение к Израилю, но они злоупотребили нашей добротой и нашей доброй волей. Я отменил все свои визиты в Израиль. Мы готовы быть одним из гарантов палестинской стороны, как в политическом, так и в военном отношении. Мы просим израильское правительство и общество прислушаться к нашему призыву к миру. Нападение Израиля на сектор Газа и другие территории, а также ракетные обстрелы израильской территории должны прекратиться. Вопрос об освобождении заложников должен быть решен. Гуманитарный коридор должен обеспечивать ввоз грузов, выезд раненых на КПП Рафат и так далее. Израиль с таким менталитетом, ты никуда не продвинешься. Возьмете ли вы с собой США или Запад, это ни на что не повлияет. США проиграют еще и потому, что не хотят и не могут обеспечить справедливость во всем мире. Комментарии по этому поводу, это еще не вся речь, конечно, самые важные выдержки, которые затеялись на цитаты. Это сразу же все комментировали, обсуждали, и США, и Израиль, естественно. В этот же момент, после того, как были эти заявления, то, как я недавно рассказывала, освещала вам, что у нас был такой худой мир налаживался с Израилем, торгово-экономические вообще моменты. Ну, в этот момент все это было прервано. В этот момент, после публикации, Турция в одностороннем порядке прекратила постройку газового пути, бурения и добычу в Средиземном море, которое у них было с Израилем. Тут же у нас подлетел курс доллара. Много очень пропалестинских митингов в стране, в самых крупных городах. И, кстати, самый большой праздник у нас грядет 29 октября, в воскресенье, будет день рождения республики. То есть, по факту, 100 лет республики Турция, когда у нас Павла Османская империя, пришел к власти у нас статью. Это самый большой праздник во всей стране, день рождения республики. Но на 28 число организован пропалестинский митинг, очень крупный в Стамбуле. Очень сильно напоминает, как предвыборные митинги у нас были, миллионники. И там будет присутствовать официально, заявил президент на этом митинге. И общество в этот момент разделилось на два, скажем так, лагеря. Естественно, половина страны вообще, ну и даже больше половины страны против, потому что они считают, что у нас вообще это самый большой, грандиозный праздник. Не просто день рождения республики, а 100 лет, юбилей. То есть, огромное тут празднество. В стране готовятся всю эту неделю, предпраздничная неделя. Уже везде висят флаги и все прочее. То есть, они супер-мега-патриоты, их так воспитывают. И многие просто вообще, типа, как бы, пардон, у нас есть свое. Ну, не прям, что праздник, мероприятие, да. В общем, важное патриотическое событие. И многие граждане недовольны тем, что вот эта массовость нагнетения, которую у нас было, там, в общем, месяц мы готовились, 29 октября, что 28-го будет перетянуто вообще внимание на вот этот какой-то митинг. Не про нас, не про нашу вообще страну. И учитывая, что уже там 27-28 числа в публичных каких-то парках, сценах и так далее, будут проходить уже концерты, ярмарки, выступления различные. То есть, уже скопление людей, типа, как бы, мы, извините, мы, как бы, не против, но у нас есть свое, то, чего мы очень сильно ожидали, чтобы анонсировали. И, как бы, у многих людей возник вопрос, не хотите ли вы воспользоваться ситуацией и привлечь внимание в политических тоже взглядах вот на этот митинг людей, которые вообще шли на праздник, дня рождения своей республики, который мы уже начинаем отмечать 28-го числа заранее. И другая часть населения, которые прополитическую партию за Эрдогана, и, естественно, они тоже втянут в процесс, они за вот эти всякие митинги пропалестинские вот этой позиции, они тоже остались недовольны. Потому что, в первых, они где-то поддерживают вот эту патриотическую нотку, как бы, ну, типа, да, у нас вообще-то свой праздник есть. И, второе, они недовольны тем, что, так, а почему 28-го числа? Вообще, в принципе, какой-то сбор происходит, надо было раньше. Зачем нам вообще оттягивать до 28-го числа? И вообще, давайте мы максимально будем помогать, гуманитарию собирать, войска вводить. Короче, что-то вообще делать. Они вообще называют по факту. Вот в простонародье говорят о том, что политики только наши бла-бла-бла в парламенте и президенты. Вообще, надо конкретные действия, более жесткие, потому что они такие ухо радикальных взглядов. И в итоге этим митингом, этим сбором остались недовольны вообще все. Кстати, в преддверии этого праздника хочу сказать, что очень много различных концертов, площадок открытых, абсолютно бесплатных. В музеях по музейной карте сейчас, для граждан страны, извините, не для туристов, по музейной карте. Билеты во все музеи в течение года 60 лир стоят. Это министр культуры заявлял еще парочку недель назад. Сейчас, к сожалению, музеи Стамбула все, они в топе, они практически на самом первом месте, как самые дорогие музеи мира по стоимости билета. Даже топ-копы дороже, чем Лувр в Париже. А Лувр, кстати, самый популярный музей в мире по посещаемости, и у него очень высокая стоимость. Я хочу отметить, что этот месяц, октябрь, перед 29 числом, он максимально заполонил вот этот праздник, предвкушение этого байрама. Анонсы начались еще в сентябре. Максимально все, вся информация, вся реклама, все билборды только об этом. В другие годы в Стамбуле, не говорю про всю страну, отмечали Хэллоуин. Очень много было маркетинга, конечно, как и 14 февраля, и Новый год здесь. То есть это повод заработать. Очень много кравшали всяких витрин, тематику какую-то продавали именно в Стамбуле, говорю, да, в торговых центрах. У детей там были на открытых площадках какие-то там концерты или театр выступал, куколь, ну что-то такое, в общем, было. Оно, мы не забываем, это же про американская история, не из нашей культуры. Поэтому в этом году никакого хэллоуина вообще нет. Самая большая новость тоже важная. Эрдоган подписал протокол и отправил его на согласование в парламент о вступлении Швеции в НАТО. То вообще вот эта вся база в течение целого года, что мы обсуждали. И это было буквально за два дня до вот этого выступления вчерашнего в парламенте, где были вот эти тезисы против Запада, против Америки, против Израиля, за Палестину и так далее. Парламент, скорее всего, это все одобрит, подпишет, потому что это подписал президент. У него тут же возникла критика из Джиэпэ, например, представитель этой партии, говорил о том, что, ребят, я на вас посмотрю, вы же про религию, про политику, вы целый год обсуждали, осуждали так же, как и я, осуждаю сожжение Корана. И вообще это были главные моменты, препоны, да, о том, что одни из препонов, почему бы мы Швецию и Финляндию в НАТО не пускаем, потому что Финляндия и Швеция сжигали Коран демонстративно, причем там что-то с чучелом Редогана, что же, да, что-то сжигали, делали, в общем-то, давно уже было к повесне еще. Короче, вот это было систематически, вы все тут кричали, что так нельзя, это нас останавливает, мы не будем подписывать эту бумагу, мы не будем сдавать это согласие на вступление Швеции в НАТО. И он говорит, по сути, ребят, время прошло, вы это все обсуждали, были против, сейчас президент подписал, отдал вам, что вы будете решать, вы будете подписывать или нет, то есть вы вообще предаете свои взгляды религиозные, патриотичные, которые у вас были, за которые вы все эти месяцы говорили, или сейчас вы это подпишете, потому что президент подписал, да, мы его должны поддержать. Я хочу отметить, что, насколько я вижу по новостям и знаю, ни одна арабская или мусульманская страна беженцев из Палестины не принимает и не давит на, не заставляет ли как-то в приказном тоне, не общается с Египтом, чтобы они открыли ворота КПП и людей выпустили, беженцев, и кто-то принимать будет, если это вопрос, вот он. Все они получаются, очень-очень много говорят, очень много различных высказываний резких, категоричных, но если мы смотрим действия по факту, это только разговоры, а люди продолжают гибнуть и страдать. Вот что мы имеем по факту. Я могу вам точно сказать, что политические деятели абсолютно всех стран набирают себе очки. Свои рейтинги, очки для своих избирателей абсолютно во всех странах. С какой бы стороны они ни были, здесь закрываются в первую очередь личные потребности, а затем уже какие-то там государственные, они смотрят, как ситуацию выруливать. То есть делайте выводы, как говорится, сами. Теперь уже, что у нас здесь внутри стране происходит. Первое, очень важное, по поводу ВНЖ, большие у нас изменения. Если вы хотели получать ВНЖ по ТАПу, ТАПу это договор владения собственности, квартиры, жилья какого-то, раньше это была норма, стоимость кадастровая жилья должна была составлять 75 тысяч долларов и выше. То есть если у вас есть во владении от 75 тысяч долларов имущество, недвижимость, это ваш, по сути, документ для получения ВНЖ в ТАПу ценахождение. То есть это ваш вклад в страну, но не паспорт, а ВНЖ, вид на жительство. На данный момент подняли с 16 октября уровень стоимости в 200 тысяч долларов. Представляете? Больше, чем в два раза, практически в три раза сразу. Я вам хочу зачитать правила, чтобы не внести какую-то смесь, чтобы вы понимали. Для ТАПу, оформляемых после 16 октября, экспертный рапорт об оценке недвижимости имущества просто больше не будет приниматься, а за основу будет браться цена продажи, указанная в документе о праве собственности. Заявки на ВНЖ, подаваемые на объекты недвижимости с даты приобретения до 16 октября, не попадают под действие данной нормы. То есть, если вы получали или подали заявление до 16, вам ВНЖ выдают. Все, кто подает после 16, получают числа. Правила изменились. Ну, что могу сказать? Это дорого и много денег. И, к сожалению, вообще было разъяснение официальное министра культуры и туризма на эту тему. И он открыто, по сути, сказал, что порог 75 тысяч долларов довольно-таки низкий был изначально. И так как сейчас идет большое перенаселение за последние два года, мы поднимаем этот уровень для продления ВНЖ, получения его по ТОПу для того, чтобы, ну, как и есть, сказал, были платежеспособные люди, потому что есть те, кто там начинает незаконной пересдачей своей недвижимости заниматься, налоги не платят, в общем, особо, короче, денег в казну не приносят, вот если мы пересказываем простым человеческим языком. Он так прямо в заявлении сказал, да, это грубо, отчасти обидно будет кому-то, но это правда. Мы принимаем такие меры, которые на самом деле надо было... Это наша ошибка, было сказано. Эти меры надо было принимать изначально, не делать в 75 тысяч долларов этот порог. Надо было делать сразу много, 200. Под Эзмиром есть туристическая деревня Шерендже, и она вошла в ТОП самых красивых, живописных туристических деревень 23-го года во всем мире. Я вам, кстати, советую посетить. Очень красивое, аутентичное местечко. Все вот как было, условно, сотни лет назад, все так и остается. Маленькие, красивые... Вот ощущение, что-то там как в Греции. Знаете, дома помазаны белой звездкой, все вокруг в цветах. Вот чисто такой турецкий, старый, классический стиль. Этих мест таких, назовем так, аутентичных, нетронутых, все меньше и меньше с каждым годом остается. У нас в стране есть центр по борьбе с дезинформацией. Два года назад ввели такую... Это, короче, Турецкий Роскомнадзор. И парламент ввели законодательно, что от одного года до трех лет тюремное заключение за распространение фейков в стране. И официально Турецкий Роскомнадзор, вот это агентство, они типа проверяют фейки. Не только вообще всю информацию, которая набирает самый резонанс, самый активный, что больше всего перепост идет в соцсетях. Вообще, что люди обсуждают в интернете. Если они видят, что это фейк, на их это только их взгляд, да, это агентство говорит, это фейк. И с того момента, как они это сказали, если ты это распространяешь, говоришь и вообще что-то там утверждаешь, не согласная против их мнения, да, считая, что это не фейк, то распространение этой информации от года до трех тюрьмы. Таких больших дел про это пока что не было на данный момент инцидентов, прецедентов. Это очень сильно все в интернете отслеживается. Но почему эту новость хочу сказать? Потому что вот это агентство по борьбе с дезинформацией, оно официально заявило, что они корректируют, только с их позволения будут вот эта борьба с фейками во время войны Израиля и Газы, и какие-то самые большие фейки с их одобрения должны быть. То есть это фейк или не фейк, то есть они утверждают здесь в стране. Если они сказали, что вот эта новость, она была фейком, например, бомбежка больницы в Газе, признали, что это не фейк. Если вы говорите израильскую версию, то вы распространитель фейка в стране. Неделю назад в окрестностях Манавгафта произошла авария, столкнулись два микроавтобуса, в одном из них были туристы, туристы вроде бы из России только, ну в новостях только про русских говорили туристов. Пять человек пострадали, одной женщине сделали операцию, а другие вернулись в отель и продолжили свой отпуск. Это был мини-автобус туристический, ну как мини-вен, да. И въехали они под Манавгафтом на трассе в стоячий микроавтобус, который был припаркован с краю дороги, назовем так. Слава богу, никто не погиб, но в новостях это тоже, да, обсуждалось, это новость в Анталии недавняя. Хозяин квартиры разбил кирпичами и камнями окна своей же квартиры, своей недвижимости, потому что перед этим не смог выселить своих квартиросъемщиков, арендаторов по закону и решил побить окна им, чтобы им было не очень-то как бы хорошо жилось. В общем, напал на свою же собственность. По сути, эти окна, это квартиры в его собственности. Он владелец этого жилья. Ситуаций таких немало, до сих пор много всяких разборок по ножовщины на эту тему. Почему это происходит? Потому что все равно стоимость жилья, аренды растет. Если ты, кто в такие ситуации попадает? Владельцы квартир, которые до подъема вот этих цен сдали свое жилье на долгий срок, типа контракт на 5 лет, например, на 3 года, 4-5. И вот, вы представляете, они сдали жилье, например, за 5 тысяч лир на 5 лет сроком контракт. И 5 лет закончится только через 2 года. 3 года, эта история с ипотеками и квартирами стоимостью. Вот эта история идет. А сейчас эта квартира уже стоит 25. Но поднять больше, чем за год на 25% от стоимости он не может. Вот в чем западня, скажем так, да? И у меня спрашивали про землетрясение. Ну когда же оно будет в Турции? Ребят, будьте внимательны, пожалуйста. Пересмотрите мои старые видео о новостях, например. Я там уже эту тему поднимала и говорила, что предсказать на данный момент возможность землетрясения невозможна. Если бы это было возможно, мы бы все об этом уже давным-давно знали. Но есть хорошие новости у нас, что будут использовать искусственный интеллект для прогнозирования возможных землетрясений. Искусственный интеллект по обработке данных предвестников, скажем так, анализ данных по поводу землетрясений, статистику различную смотреть, в общем, что этому предшествует. Будет давать ответ. Предугадывать получится землетрясение примерно за целую неделю. И вероятность этого предсказания 70%. То есть это уже не 50 на 50, а 70. Это уже хорошо. Очень сильно все, особенно в Стамбуле, ждут. Ну когда же эта система заработает? Когда искусственный интеллект начнет уже нам предугадывать, предсказывать землетрясение, которое может быть темой, конечно же, острая. Но по факту, если мы берем про историю с землетрясением, которая ожидается в Стамбуле в 70 с лишним баллов, это вообще жесть, я даже не могу это представить, то на данный момент новой информации на эту тему нет. Поднимает все старое вот этого ученого, который предсказывает, обмусоливается с других сторон, выдается как за новое. Но по факту ничего не меняется. Это будут разломы либо возле островов в азиатской стороне, ближе к азиатской, и также разлом возле Текирда, Шаркей в Мраморном море. Будет вот так. Посмотрим. Надеюсь, ничего не будет вообще. Надеюсь на это. Ну, 7 баллов с лишним. 7,2 там предсказывают. Это Unreal просто для старых построек и густо построенных домов в Стамбуле. Просто об этом даже говорить, короче говоря, страшно. На этом наши новости турецкие заканчиваются. И вы могли заметить, что я прислушиваюсь к адекватным комментариям под видео. И сегодня не было мигающих лампочек позади меня. Ну, я не знала, что они вас раздражают. Окей, я просто думала как-то обстановку как бы разрядить, да. На данный момент эти новости у нас закончились. Будем ждать новых. Надеюсь, позитивных и приятных. Подписывайтесь на телеграм-канал самых свежих новостей о Турции. Ссылка под видео. И если кто-то хочет записаться на индивидуальную консультацию психологическую ко мне, напомню, я психолог, то в инфобоксе под видео есть моя почта. Пишите туда. Спасибо за внимание. Пожалуйста, ставьте лайки, если вам понравилось. Пишите комментарии и распространяйте видео в соцсетях. Всем пока.